Но Курску АЭС мы брать не будем. Не будем мы брать Курску АЭС. И вам потом Латынина расскажет, почему. Ну, как Латынина, я расскажу. Я буду пересказывать вам статью Курский экскремент. Эксперимент, эксперимент. Подпишитесь, пожалуйста, у меня нервы просто, видите, не выдержит? Подпишитесь, чтобы я не ошибался так жестоко. А вот в Финляндии интересная новость пришла, она странная, очень странная. Из Финляндии я просто, почему, я ее до кучи вот к этому пожару. Я сейчас ее зачитаю просто как есть. В Финляндии тревожатся из-за запаха дыма из России. Последние несколько дней в Лапландскую службу спасения, это где Дед Мороз живет, в Финляндии поступило несколько сообщений о запахе дыма в муниципалитете Инари. Выяснилось, что запах идет из России. Финские власти сообщают, что на территории Инари сейчас не зафиксировано лесных пожаров, но люди чувствуют там запах дыма. Засно-лесные пожары распространяются в Мурманской области примерно в 125 километров к востоку от финской границы. Однако ситуация еще может измениться, поскольку местность в этом районе очень сухая. Желопланская служба спасения просит не разводить костры и так далее. Власти продолжают внимательно следить за ситуацией, при необходимости информировать жителей. То есть россияне что-то там жгут, жгут что-то в районе границы с Финляндией. Финны не понимают, что жгут россияне. Им самим любопытно. Всем любопытно. Но какие могут быть версии? Они срочно жгут документы. Почему же на них жгут на границе с Финляндией? Типа, раз мы уже зашли в Курскую область, то мы уже всю Россию сейчас займем, всю географию ее необъятную выучим. Они срочно жгут документы. Но я думаю, они жгут срочников. Но так как там полегло много срочников в Курской области, то я думаю, они их отвезли туда, на границу с Финляндией, и там жгут. Либо они жгут сомалийцев, велосипедистов сомалийских. Помните, они пытались завалить Финляндию сомалийскими велосипедистами на ворованных велосипедах. И вот сейчас они жгут этих самых сомалийцев. Тоже вполне себе рабочая, мне кажется, версия, потому что куда их еще девать. Тем временем Министерство обороны Российской Федерации стало известно, что когда они сейчас отчитываются, этот Герасимов, где снаряды, отчитываются перед Путиным о том, как успешно идет война у них, они показывают старые видеоролики. Выдают старые видеоролики за записи успешных ударов ВСУ на Курском направлении. Опубликованы видео, которые уже ранее наблюдались, совершенно в других местах, и вот это обнаружило издание «Инсайдер». Ну а что делать? Если нет реальных дел, то спасет пиар-отдел. Правильно? Вот, похоже, пиар-отдел спасает. Теперь немножко про самую эвакуацию. Из приграничных районов Курской области эвакуировано 70 тысяч жителей. Это больше, чем все население районов, где идут бои. Это Росстат официально сообщает. В шести приграничных районах насчитывалось 110 тысяч человек. В четырех районах, где идут бои, 61 тысяча человек. Но эвакуировано уже 76 тысяч. Так что как-то еще каких-то, не знаю, левым образом оформили, что ли, что это за такие странные эвакуанты. Из того, что я в выходные не успел вам отчитаться, потому что много было разговоров, мы ведь не только там воюем, не только в Курской области. Мы еще в Крыму бойцы Гура поймали очередной катер «Тунец» и уничтожили вражеский скоростной катер проекта КС-701 типа «Тунец» при помощи дрона «Магура В-5». Все это вблизи населенного пункта Черноморска в оккупированном Крыму. Так что там мы продолжаем долбить. Отдельно ракетами мы рассчитывали газовые вышки российские в Черном море. На эти газовые вышки россияне завели войска, там не было даже гражданских лиц, они завели войска, чтобы наблюдать за, не за, а за, извините, чтобы наблюдать за нашими, чтобы вести разведку. Они туда завели свеженькие силы, и мы ракетами накрыли эти самые, накрыли эти самые вышки. Еще одна победа украинского оружия. Дальше идем. Что пишут, я вам обещал тоже, обзор западная пресса, что они вообще пишут о нашем наступлении? Блумберг. Внезапное украинское вторжение переворачивает столб для Путина. Впервые со времен Второй мировой войны. Ну, это я уже говорил, какое впервые. Иностранная армия вторгла с Россией. Блумберг, ошибаетесь. Во время Второй мировой войны не было России. Не было. Дейкономист. Шок, внезапность и тиркона напоминают другое украинско-молниеносное наступление Харьковскую операцию в 1922 году. Источник в разведке говорит, что ранний успех операции ввел Россию в паралич. Украина продвигается только там, где есть смысл. Я говорил, у нас нет направления, да? У самурая нет цели, есть только путь. И мы просто идем туда, где меньше русских солдат. Россияне делают очень глупые ошибки. Это экономист, не я говорю. Это связано с их руководящими звеньями, которые предпочитают хорошие новости правды. Опять. Это да, экономист. Это серьезное издание. Оно достаточно критично постоянно направлено к нам. Но имеется в виду, оно объективно. То есть оно никогда ничего не приукрашает. И вот сейчас оно пишет, ну, в политкорректной форме пишут, что россияне дегенераты, те, которые управляют войной с той стороны, как они говорят, делают очень глупые ошибки. Это четвертый большой провал в этой войне после разгрома под Киевом, разгрома под Харьковом и Херсона, освобождение Херсона. CNN. Россия говорит, что остановила украинское вторжение на ее территорию. Все свидетельствует об обратном. Мик Райан, автор блога «Фьючера Доктрина». Украина задействовала качественные подразделения. Кажется, что в отличие от контрнаступления 1923 года, где были задействованы свежие бригады, в этот раз наступают опытные войска. Детелеграф. Внезапная украинская атака в Курске унизила российскую армию. Три цели украинского наступления. Отвести российские подразделения из Донецкой области, посеять раздор внутри России, совершить обмен территориями. На будущих переговорах у Путина масса причин беспокоится. Ну, тут я могу объяснить, дорогие друзья, газете «Детелеграф», если бы они спросили у меня, я бы сказал, обмен территориями, да, но всех на всех. Как я вчера сказал, все территории, которые оккупировала Россия, на все территории, которые оккупировала Украина, мы готовы поменять. Хотите Курску область? Отдавайте Крым, Донбасс, Харьковщину, Кирсонич. Всех на всех, ребята. Это справедливо. Дивельт. Украинской армии удалось добиться чего-то очень редкого в этой войне, создать настоящий фактор неожиданности. Кажется, россиян полностью застали врасплох. Разведка провалилась. Украина смогла пройти, Курску область глубоко и так далее. Франц-24. У Путина вовсе нет чувства иронии. Президент, который вторгся в Украину, уничтожил огромную часть страны, говорит о масштабной провокации. На протяжении последних двух дней украинцы однозначно дали россиянам основание для паники. Россияне сказали, что все под контролем, что всех отбросили назад, а затем внезапно начали давать заднюю. Это Франц-24 говорит, давать заднюю. Как по-французски давать заднюю, напишите мне в комментариях, когда будете подписываться на канал. Штельман, пожалуйста, слушайте. Ну 486 тысяч, я думаю, уже есть подписчик. Ну 14 тысяч осталось. Но это же последний один маленький шажок. Маленький шажок для человека, который подпишется на канал Штельман. Огромный шаг для человечества, который будет осчастливлен этим каналом. The Guardian. Продвижение Украины намного больше, чем многие могли предсказать два дня назад. Что с точки зрения военной стратегии, я все еще немного озадачен. Но что касается политической стратегии, это было очень успешно. Вот интересно, Манглин, Джейд Манглин, военный обозреватель, эксперт Королевского колледжа Лондона, пишет в газете Guardian, что с точки зрения военной стратегии, я все еще немного озадачен. Свою счет Юрий Латынин, в газете «Новое русское слово» или «Новая российская газета Европы» в статье «Курский эксперимент» вообще не озадачен. Она прям точно знает, зачем, какие цели, все знает. То есть эксперт Королевского института озадачен, Юрий Латынин не озадачен. Как вам сочетание? Юрий Латынин знает все ответы. «The Times» – летнее контрнаступление на Россию – самое рискованное решение Зеленского. Это «Таймс» пишет. По которой готовилась месяцами. Президент Украины в течение нескольких месяцев в полной тайне давил на военное руководство, чтобы начать наступление. Сообщается, что Украина атаковала бы Россию, даже если бы не получила разрешение от Запада. Ну, видимо, получила. А вот «The Hill» – знаете, такое вашингтонское интересное издание, статья, которая называется «Ukraine's surprise attack into Russia ups and tear for Putin», то есть повышает ставки для Путина. Так вот, в этой статье «The Hill» утверждает, что Украине надо решать, что делать с территорией, которую она удержит в России. На этой неделе украинские войска вошли в Россию. Теперь Украине придется решать, что делать с территорией, которую она удержит в России. Не, подождите. Что значит «надо решать»? А мы никуда не торопимся. Не, на нас что нас-то торопит? Нас ничего не торопит. Почему мы должны торопиться и что-то решать? Я не вижу ни одной причины для торопуньки в данной ситуации. Мы потом сядем, подумаем, покумякаем и решим. Правильно? Зачем? Ну вот у нас ничего не горит. У Путина горит. У нас не горит. Так какого черта мы-то должны торопиться? Вопрос? А нам Дехил говорит, так вы же поторопитесь, вы определитесь. А мы нет. У нас все по плану. А что у вас не по плану? У нас по плану операция идет. Это мы для кого должны определиться? Для себя? Для него? Для меня? Для кого? Нам не для кого определяться, понимаете? Да? Видите? Он говорит, не буду определяться. Не буду. Даже он понимает, что определяться нам сейчас не надо ни в коем случае. Наоборот. Чем больше неопределенности, тем лучше. Мы должны их держать в подвешенном состоянии. За крюк, под ребро Путина подвесить и ждать. И это удается. Ну хорошо. Не буду вас томить с курским экспериментом латыниной. Вы же просили, вы же просили. Ее статья даже под заголовочек имеет в чем состоит цель операции высунут на территорию России и каким последствиям она приведет. То есть, заметьте, Королевский колледж не знает, каким последствиям она приведет. Значит, этот Королевский колледж Лондона. Дэхилл, Вашингтонское издание, не знает, в чем состоит цель операции Украины. Потому что, говорит, надо определиться. А Латынина просто в статье, конечно, в «Новой газете Европы» это все объясняет. Логично, логично. Но в чем ее методологический прием, так сказать? Как вот Латынина, почему она хитрее, чем Венедиктов? Потому что, если Венедиктов сразу заходит с того, что все украинцы мудаки, то все-таки, а, Путин великий, то Латынина говорит не так совершенно. Латынина сначала говорит, что украинцы великие, поэтому украинцы все такие, «О, Латынина признала, что мы великие». А потом говорит такая, «Ну, у вас ничего не получится, потому что Россия же великая, Россия же великая империя. Поэтому вы кто такие? Вы же лохи, как бы. Вы попытались, замахнулись, все, молодцы. Мы вам засчитаем попытку. Попытка засчитана. Теперь идите, отступайте и мирно договаривайтесь с великой Российской империей. Великой. Я почему так про Латынину зло говорю? Потому что она, я помню, как она во многих стримах на разных этих самглевонах. Вот почему так получилось? Ведь Россия и Украина начинали с одинакового. Почему же Украина вот к 22-му году подошла в таком отвратительном, вообще к сегодняшнему дню, к сегодняшнему дню, подошла в таком ужасном состоянии, тотальная коррупция, все разорена, вообще все, а Россия в таком вот великом, прекрасном виде. То есть для нее вот это Россия, это великая, прекрасная Россия будущего. А, смотрите, российские оппозиционеры ищут прекрасную Россию будущего. А Латынина видит прекрасную Россию будущего вот сейчас, в настоящем. Молниеносное вторжение, вот сначала она гладит нас по головке. Молниеносное вторжение в СУ в Курск область, как всегда на войне, имеет два измерения. Тактическое и стратегическое. Ну, кому же разбираться, как не ей. С тактической точки зрения это великолепно подготовленный маневр. Сначала разведка воем, потом, когда прикрывшие границу тикток войска, то есть, заметьте, критикуют российских пограничников, спешно бежали, молниеносно были выведены в прорыв 22-я бригада. Новая чуть ли не в Европе формировали, это наша 22-я бригада. Плюс Айдар, самая лучшая военная сила после Азова. За ней последовали еще две бригады, 80-я и 88-я. Видимо, еще двоих бригад находятся сейчас в резерве. То есть, наконец-то, вот разведданные от Латынины поступают. Таким образом, жалобы на то, что вновь формированные бригады нечем вооружать, оказались отчасти хитрой уловкой, призванной ввести в заблуждение. То есть, мы молодцы, мы хитрую уловку применили. Войска, введенные в прорыв, концентрировались на 100 километрах от границы. То есть, российская разведка очевидно принимала их за войска, которых собирают для контратаки на Кальском направлении. В учебниках это будут изучать, как классический кейс того, как добиться тактической внезапности на современном прозрачном поле боя. То есть, латынина просто целует нас в лоб. Целует нас прямо в лоб. Поцелуем, иуды целуют нас в лоб всех. И всех хвалят так, что прям слезы текут. Отдельно стоит упомянуть новую тактику использования дронов и РЭП, которая стала важным фактором успеха наступления. Судя по всему, украинские войска двигаются с мощным прикрытием РЭП, которое сбивает большинство российских беспилотников в глаз у России в небе над суджей. Сейчас нет, или же их недостаточно. ВСУ массово применяет щит из новейшего РЭП на заранее запрограммированных частотах, которые используют российские дроны. И одновременно сами используют свои новейшие дроны. Именно такие дроны им сбили два российских вертолета. Дело до силы неслыханное. Вертолет стоит 16 миллионов долларов, летчики еще дороже. Их мало, они невозобновимые ресурсы. И в ПВ-дрон, даже навороченный, будет стоить в лучшем случае несколько тысяч долларов. Ну, кстати, тут я успокою Латынину. Скорее всего, летчики выжили, потому что говорят, что вертолет им удается посадить. Они поражены. Их надо отправлять в ремонт, но посадить их удается. Видимо. Также, за большой вероятностью, на территории России находится серьезное украинское ПВО, а в районе Харькова вторым эшелоном прикрывает Ф-16. До сюда все чистая правда. Вот все чистая правда вообще. Ну, я не знаю номера бы так этих, какие бригады заходили, какие не заходили, тут Латынина разбирается, я нет. У удара несколько очевидных целей. И снова сейчас будет текст, кусок абзац, с которым я согласен полностью. Одна это газоизмерительная станция Суджи. Взяли ее в ИСУ, разумеется, не за тем, чтобы отключить Европе газ. А помните, я говорил, да, и вот Латынина говорит то же самое. Все-таки мы же оба умные люди, просто мы работаем на разные стороны, да. Мы пропагандисты разных сторон. Украина могла бы повернуть вентиль и со своей стороны. Ее взяли за тем, чтобы при попытке отбить станцию, все бы к черту взорвалось, и газ бы кончился. Газоизмерительная станция идеальное прикрытие против Кремля. Местных жителей России, российской армии не жалко. А газоизмерительная станция совсем другое дело. То есть, мы ее захватили, эту станцию, не для того, чтобы закрывать газ в Европу, а для того, чтобы россиянам пришлось ее отбивать и в процессе отбивания, собственно, разрушать. А они этого делать, скорее всего, не смогут. И вторая главная цель заставить Путина спешно снимать войска из Донбасса, где фронт ВСУ уже ломится и трещит, или хотя бы с Харьковщины перебрасывать в Курскую область. Отдельно стоит подчеркнуть, что атака на Суджу не создает никаких угроз с линием снабжения российских войск на Харькове. Кто сомневается, да, это правда не создает. Собственно, на этом перечень блестящих практических успехов может закончить, потому что это вопрос, что дальше. И вот тут Латынина знает. То есть, мы не знаем, что дальше. Королевский колледж, значит, в Лондоне не знает, что дальше. The Hill не знает, что дальше. Латынина знает, что дальше. Российская армия, как и следовало ждать, оказалась неподготовленной, потому что обе стороны бьются из последних сил, а обоих нет резервов. Российская армия вообще не приспособлена к быстрым тактическим реакциям. Динозавр долго думает. Он берет другим. Да и вообще, врасплох может застать любого. Вспомним 7 октября 2023 года. Но это уже произволь. Но дальше-то что? ВСУ продолжит наступать. Силами четырех бригад наступать невозможно. Как выглядит современная война наступления, при котором армия со слабой логистикой и недостаточными резервами, лихым танковым клином заходит далеко на территорию противника? Мы видели эту войну под Киевом два с половиной года назад. Ведь тогда еще не было дронов. Думаю, российские генералы все четыре дня молились, чтобы в СУП пошли вперед в Курску или хотя бы КС. Но Сырский явно не дурак. Хотя бы Сырский у нас не дурак. Чтобы так попасться. Он заканчивал Москов... И вот тут, смотрите, внимание, внимание, внимание. Это самое. Вот вы хотели имперцев, вы получите имперцев. Про Сырского. Знаете, почему он не дурак? Объясняю. Он заканчивал Московское высшее военно-командное войсковое училище, а не курсы по ТикТоку. Не, реально. Вот Латынина считает, что Сырский так грамотно руководит войсками, потому что он заканчивал Московское высшее командное училище. Объясните, что ровно наоборот. Если бы он заканчивал что-то нормальное в Вестпоинт, то он бы, наверное, в сто раз лучше управлял войсками. Я думаю, что в Вестпоинте его пришлось переучивать очень долго после Московского. Он заканчивал Московское высшее командное техническое училище. Вот, да. Чувствуете? Чувствуете? Это приводится в заслугу. Может, еще Московский университет это круто? Вот у них Лавров и МГИМО закончил. А дебил дебилом, правильно? Стало быть, ВСУ будут окапываться, что они уже и делают. Более того, даже окапываться кое-где не надо. ВСУ достаточно просто занять построенные для них укрепления линии Суровикина, из которых сбежали те, кто к войскам. Грех такой возможности не воспользоваться. Стало быть, Российской армии можно не торопиться, не спешить перебрасывать войска под удар Хаймарс, наведенным разведчиками, не биться в рукопашной настоящем бою. ВСУ окапываются, а после этого их будут уничтожать кабами. Уничтожать. Так что, если кто еще не уехал из занятых ВСУ районов Курскобности, уезжайте немедленно. Будут выносить кабами все, как в 2008-м градами выносили грузинские танки. В общем, дальше Латынин описывает, как в Крынках кабами все выбили, как вот все. Кабами будет все. Вот представьте себе ситуацию. Российская армия продолжает неторопливо продвигаться на Донбассе, перерезает дорогу Покровск-Константиновка, весь украинский фронт на Донбассе рушится. Это откуда у нее такие сведения? Вот эти апокалипсисы она описывает, взятые с потолка абсолютно, запугивая украинцев. Говорят, перережут одну дорогу, все, разрушится весь украинский фронт на Донбассе. Это просто х... Вот простым способом, простыми словами, это просто ня-ня. А несколько в это время подготовленных хорошо вооруженных бригад ВСУ в это время сидят в Курской области на пятачке в 350 квадратных километрах, а их медленно перемалывают кабами со всем их лучшим рэбом и лучшими отданными беспилотниками. Что говорит Латынин? Уходите, говорит, из Курской области. Вы что? У вас сейчас будут там кабами выбивать всемогущая российская армия, а вы дураки. Все дураки. Вы сидите на пятачке в 350 квадратных километрах, а это пятачок. Вы видели 350 квадратных километров когда-нибудь? Вот, например, и латынинский министр обороны Белоусов докладывал, что за год смог отбить у Украины 850. То есть он три пятачка отбил, даже меньше, два с половиной пятачка, гривенник. Это все, что отбил Белоусов, так получается. И согласитесь, этот же вопрос возникает на Западе, пишет Латынин. То есть что вы ерундой занимаетесь, зачем вы в Курской области? У Украины, говорит, есть партнеры, они не поймут, какого черта Украина переводит ресурсы и технику на какую-то Курскую область, пишет Латынин. То есть, короче, вывод Латынин и надо срочно уходить из Курской области, потому что, ну что же вы занимаетесь, ерундой. Вас же там все равно всех перебьют. Придет великая империя российская и всех перебьет. Понимаете? Ну, другое дело, что, к счастью для нас, Латынин все-таки заканчивает свою статью словами, что именно станет в конечном итоге результатом Курской наступательной операции и стоило ли блестящий тактический успех неясных стратегических последствий, предугадать невозможно. То есть, стоил ли успех неясных последствий, невозможно предугадать. Ну да. Стоило ли неясных последствий, невозможно предугадать. Прям философия уровня Гегеля. Никакой неясный успех не стоит... Сейчас скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Как? Никакой неясный... Нет, нет, нет. Никакой... Господи. Стоил ли блестящий успех неясных стратегических последствий, предугадать невозможно. Вот. Когда последствия неясны, то предугадать ничего невозможно, сказал Гегель. Отлично, я считаю. Ну, приписать можно, по крайней мере, эту фразу Гегелю, хотя придумала Латынина. Все, Латынина и все, вы поняли. Сначала сильно хвалит, потом объясняет, что мы дураки, что нам надо из Курской области, как-то ее пора уже освобождать. Вы, товарищ, подвиньтесь. Мне кажется, что наши не только учились не в Московской Академии, а в том числе в хороших западных, военных училищах, да, и сами уже давно разработали что-то, и что-то придумали, и прям не дураки, прям не глупее Латынины, и не глупее Новые газеты, и не глупее, чем вся вот эта вот статья про Курский экскремент. Поэтому мне кажется, что наши как-то разберутся. Ну и напоследок, чисто пока вы там подписываетесь, пока вы все подписываетесь, пока вы уже так решили отдохнуть и поставить лайк, подписаться, чтобы собрать нужное количество, вы знаете, каких подписок, быстро сообщают. Во-первых, в июне 24-го года российские банки резко снизили кредитование в валюте, то есть в юанях. Как следует из данных ЦБ, за месяц участники рынка предоставили корпоративным клиентам валютные суммы ссуды на 35 миллиардов юаней. Я когда эту новость прочитал, а дальше написано, после санкций 22-го года валютное кредитование стало преимущество юаневым. Я вдруг понял, то есть в России сейчас валютный кредит – это кредит в юанях? Обалдеть, правда? Валютный кредит – это кредит в юанях. Это прямо сбылось по воле Божьей предсказание моей матушки называется. Ну точнее как. Помните советский анекдот? Сколько будет стоить хлеб? Советский анекдот. Сколько будет стоить хлеб в 2000 году? 8 юаней был ответ. Такая шутка, что Китай мог захватить Советский Союз. Сбылось. Чуть позже, но сбылось. Сколько стоит кредит? Сколько выдано кредитов в 2024 году? 35 миллиардов юаней. Красавцы. Ну и последнее про нашего любимого Нарышкина. Помните, тварь дрожащая, которая перед Путиным дрожал, перед объявлением войны отказывался поддержать СВО? Так вот, Нарышкин, глава внешней разведки России, предложил в России больше не преподавать студентам мировую историю. Студентам необходимо сконцентрироваться на изучении отечественной истории. А мировую, говорит, изучить нельзя. Нельзя больше изучать службу внешней разведки. То есть он отвечает за внешний мир и говорит, что про это только ничего не рассказываете. Вот как интересно, да? Глава внешней разведки требует не обучать студентов ничему, что снаружи от России происходит. Стыдно. Стыдно Нарышкину стало за то, что происходит с Россией снаружи. Они же все узнают. Рассказываете им, что происходит внутри, а снаружи не рассказываете. Поняли? Не слишком. А то ведь узнают, как он дрожал-то тогда. Всем спасибо. Завтра уйдет наш Трельман за сегодня. И поставьте лайк этому видео, подпишитесь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...